В этом выпуске я планирую продолжать заниматься этим бумером Сейчас поеду к ним, будем устанавливать бампер И также буду искать сегодня очередную бричку для проекта Ну давай прикидем сейчас на машину 2000 год, 4 литра, 200 коней, полный привод, большой черный джип А цена, доеду своим ходом Она на ходу? Ну ты сюда выезжай просто, и все, что? Большая машина Хотелось, конечно, еще поторговаться, но что-то как-то уже даже в какой-то момент становится стыдно В общем, желаю вам приятного просмотра Ребят, всем привет! Это очередной выпуск проекта Тачка за миллион Напомню, в этом проекте я коплю на тачку за миллион рублей без денег на перепродажу автомобилей Кто не смотрел предыдущие выпуски, обязательно посмотрите, так как проект действительно интересный Насколько вы помните, до покупки вот этого замечательного автомобиля, это BMW 7, в бюджете было 208 500 рублей На данный момент этот бумер по вложениям не обошелся в 115 800 рублей Значит, из 208 500 вычитаем 115 800 и на данный момент у нас остается 92 700 рублей Также в прошлом выпуске я продал Mazda Cedex, как вы помните, да, это плюс 34 000 к бюджету То есть складываем эту сумму, получаем 126 700 рублей Это вот на данный момент такой бюджет в проекте Тачка за миллион и плюс еще бумер и Audi A6, который стоит на стоянке у друга В этом выпуске я планирую продолжать заниматься этим бумером Соответственно, пацаны мне уже покрасили бампер, который я купил в прошлом выпуске Сейчас поеду к ним, будем устанавливать бампер, ну и, так сказать, приводить тачку в порядок дальше И также буду искать сегодня очередную бричку для проекта Так как в бюджете еще есть деньги, можно крутануться, немного заработать В общем, желаю вам приятного просмотра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 В общем, спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, вернемся, значит, к перекупу, который предложил мне тачку! В общем, это Ford Explorer 2000 года, сразу говорю, проблемы с коробкой, то есть есть только третья скорость, и задняя там практически есть, она еле едет назад, короче, проблемы с коробкой, но уехать, в принципе, на ней возможно! Тачка находится в области 2000-й год, 4 литра, 200 коней, полный привод, большой черный джип, а цена 50 или 55 тысяч рублей, точно не помню, в общем, сейчас мне скинули уже номер телефона, фотографии, сейчас еду домой, соответственно, вместе с вами мы звоним хозяину и договариваемся ехать в область километров, наверное, ну, 100! Надеюсь, что тачку, ну, по-любому я за ней поеду, надеюсь, что я ее куплю и доеду своим ходом, вообще планировал на эвакуаторе, ну, посмотрим, в общем, все, иду домой и звоню этому хозяину! Итак, в общем, скинули мне фотографии и номер телефона, вот такой вот автомобиль, я его, кстати, пробил уже, то есть он абсолютно чистый, никаких там арестов, ни запретов, ни штрафов, ни штрафов. ничего нет довольно таки неплохая комплектация с люком в общем сейчас мы вместе с вами позвоним хозяину и уже уточним чего же там произошло с коробкой и вообще каким образом его можно забрать так вообще состояние по фотографиям неплохое приветствует вот михаил по поводу так расскажи там вкратце вообще что произошло с машиной коробка только как бы сломалась коробка первоначальная скорость полетела что было изначально задняя скорость короче полетела на коробке вообще не включалась там это сорвало ленту а реверс по моему коробку вскрыли короче и все всего 1 что-то там делали нахерачили так что машина вообще никуда не ехала я потом сам пытался делать что-то получалось но она все равно в аварии почему-то на третьей скорости она назад двигается и вперед двигается вперед только на третьей скорости второй короче она как с первой до третьей переключает или сразу не просто сразу на второй по моему на вторую и на второй только едет находится она в области 100 километров то есть если мне вот ее забирать от надо либо чтобы ты перегнал либо мне оттуда забирать правильно ну и как нам лучше сделать я просто не знаю она доедет вообще или лучшие наукуатор привести я туда я сам 100 километров летом и я подел твоим ходом наехал мне так но если я приеду за ней то как это возможно забрать я просто думаю может я просто наукуатор ее заберу чтобы не мучиться я нахожусь обязательно почему я могу я могу к тебе приехать там ты же здесь живешь в нижнем и мы с тобой документы составим как бы машину я просто тоже на машину они все это в области но с машиной лезть вот ты со Светланой списался да 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 ну я думаю это ничего страшного как бы мы решим вопрос нет так можно сейчас договорюсь сегодня вечером да договорюсь подумай и там напиши мне вконтакте как когда завтра или послезавтра потому что я готов принципе либо завтра либо послезавтра скорее всего скорее всего на эвакуаторе я заберу потому что может она не доедет так будет проще просто здорово андрюха и давай так с новым с тобой погнали за тачки в общем ребят как вы поняли поехал я за этим фордом ехать нам где-то километров наверно 100 решил я короче если возьму то поеду наверное своим ходом так вот дает да как хозяин говорил то что в принципе он едет но не особо быстро в общем если где-то встану то уже оттуда вызову экватор но для начала нужно его короче купить может еще не особо интересный вариант в общем сейчас приедем и все вам подробно уже покажу здорово жеки как дела ну чё ты убрался гаража нет а то там подписчики как ругаются все у тебя за бардак там говорят гаражи ну чё готов давай загоняем не бардак это творческий беспорядок давай-давай Переваливайся передним колесом. Переваливайся. Приклеим его. Наклей. Не хочет? Амг тюнинг, да? Амг тюнинг. Граждалер. Ещё на место надо будет ставить. Амг тюнинг. Они родные из двеносных божанов. Хорошие. Да. Амг тюнинг. Гарантий не так, как сам снимаешь. Всё? Да, дарит. Застик. Уринь к дюнинг. Заливайся. Уталницы не давали том bombers. Ткали. То-ткали. Да. К videogето else решили в тюнинг. Требети на acompañaves, Так, в общем, практически поставили передний бампер. Ну, можно сказать, что поставили. Вот эти вот молдинги поставили, соответственно, старые. Вот здесь вот он немного разбитый. Видно, да? Ну, и, соответственно, туманочки приедут чуть позже. Я уже их заказал. Так, здесь у нас отсутствует подкрылок, как с этой стороны, так и с левой. Соответственно, еще приобрел два подкрылка. Новых. По-моему, по 800 рублей. Чуть позже уже посчитаю, все расскажу. Сейчас все это дело собираем. Ну, и посмотрим, как будет выглядеть тачка с бампером. Ну, что, ребят, только выехал я с сервиса. Наконец-то мы накинули передний бампер, поставили подкрылки. Целый день мучились, уже стемнело. Кадры с тачкой с новым бампером вы уже увидите в следующих выпусках, либо на моем втором канале. Скоро выйдет выпуск, буквально через пару дней, с полным обзором этой тачки. Решил я заснять все-таки. Кому интересно, переходите, ссылочки есть здесь, вот в шапке основного канала. В общем, решил я оставить пока эту тачку себе. Ну, не совсем, короче, себе. Многие из вас знают, что, как бы, я люблю BMW, да? И запала мне в душу эта тачка. Хочу ее немного восстановить. Ну, и, соответственно, потом продать. Но пока продавать не буду. Выкупать я с проекта тачка за миллион ее тоже не буду. То есть, она как бы в проекте. Но пока, короче, буду восстанавливать. Пока есть силы, нервы, так сказать. Попытаюсь из нее что-то сделать более-менее. Ну, а потом, соответственно, продам, и эти бабки пойдут в проект тачку за миллион. Как-то так. Приветствую. Ну что, нам надо ждать, да? Да, сейчас машину выгоним. Тогда. Ну, к этим мы ходим на ходу. Ну, давай. Она на ходу? Ну, ты сюда выезжай просто, и все. Короче, подъехали мы к автомобилю. Сейчас будем смотреть. Ну, что, рассказывай так вкратце. Хочу рассказывать. 4 литра мотор. Что, тут закладка стоит? Закладка? Ржавчина была. Рама. Полный привод. Так, а ты мне говорил, там на раме нет номера, правильно? Да, смотри, сейчас, ПТС. То есть, ты уже там... Они будут безнамерные, что ли? Да, без проблем ставил. Ага. Там особые отметки или что там? Или просто... Не-не-не, смотри, сейчас посмотрим. Вот, видишь, написано. Номер отсутствует. Так, а с коробкой, ты говоришь, только третья и задняя, да, есть? Вот, да, только вторая, мне кажется, вторая. Я вот сам не понимаю, какая скорость. Ну, вот, видишь, назад, вперед едет потихоньку. То есть, если вы сами решите ехать, ну, доедете. Я доезжал, без проблем. То есть, тихоньку-тихоньку, 40 километров в час. Это родные, и сам встал. Родные. Что, трои, что ли? Да. У нас старает газовый оборот не ставить. А он на газу сейчас? Сейчас, я помню. Ну, поэтому она может потроить. Трои. Трои, да? На дерник этот капот. Она оттроила до этого, нет? У меня оттрои, она вот загадывает. Газ заполнит, а алку. В смысле заполнит? Ну, налить газ. Так, а на бензине она сейчас не может работать? Нет, она работает. А что, как она открывается? Там по центру рычаг, прям под рулем. Есть тут? А, теперь. Так, оборудование-то вписано? Нет. Ну, только, знаешь, она работает. Она сейчас на бензине работает? Нет, бензина. И как, почему трои? Стояла машин долго. Да. А до этого не троила? Да, нет, я вижу, только полтора год она не ела. Она стоит сколько? Стоит, наверное, уже год-полтора где-то. А резина только одна, да, вот эта? Ну, я зимнюю-то отдельно продаю. Ага. Да не надо пока, нет, не закрывай. Мотор, короче, подстраивает, ребята. Мотор, короче, подстраивает, ребята. А что, сам не хочешь, да, делать? Да что, блин, у меня самого первого времени нет. И машинка такая, в принципе, как-то не может. Не знаю, а работа не знал. А сколько лет назад ты его приобретал-то? Я сейчас скажу. Году, по-моему, пятнадцать-шестанадцать. У нас здесь, в Нижнем Новгороде, да? По электрике все работает, свет, не свет, да? Большая машина. Здесь немного есть, да, у нас. Давай, может, прокатимся? У нас здесь прокатится, по деревне по этой. Печка греет, да? Конечно. Витилятор работает, ну, тоже, блин, пыли до хера. Потому что, уж сколько она стояла. Короче, она едет максимум сколько? Ну, по трассе, я, по-моему, 40 ехал, 50. Вот, я ее лет не тем, когда. Это она уже на, наверное, 5 тысяч оборотов, да, уже едет? Да, уже едет на такой скорости. Ну, 3,5-ка там. Чего-то горит. Ну, чего, горит и за газовый оборот. На всех гляд, на машину язываю. Чего, горит. Ага. Вот, тормоза работают, люк тоже должен работать. Общелегченный. Ага, ага. Что-то был какой-то толщик. Да, да. То есть, кнопка заедает. Так он поднимается. Ага. Вот, опускается. Ну, тоже, заедает, конечно, но. Вот, открывается полностью. Сильнее снижать. Ага. Так, это что, не родная, да? Я так смотрю. Ну, это даже не ясно. Сейчас несколько лет не скажу. Интересно. Мистери. Фирма китайская. Что, раньше такие ставили, Ана? А? Раньше такие ставили, что ли, смотри? Нет, это не родная. Это не родная? Нет. Как, блин, выглядит как родная. Оно не работает, да? Работало. А, не опору. Все работает. Прикольно, что ли, все работают, в принципе. Ну, то есть, ты говоришь, мотору вот подтраивает, думаешь, стояло долго, да? Я думаю, что да. Ну, потому что он меня подтраивал, когда, ну, блядь, так сказать, газовое оборудование стоит. Ну, типа, газа нет? Да, и газа нет. Ну, да. И еще бывало такое, что ТО, когда не сделаешь газовое, ну, там, фильтра вот эти все поставят. Вот она подтраивает. Ну, потраивает. Ну, она на бензине-то не должна подтраивать, в принципе. Ну, если честно, я, конечно, не бензит, но в ней ездил. Все-таки у меня тоже расходит небольшой. Приделов там 18-20 литров. Ну, а что, в концовке, ты говоришь, вот ремонтировала коробку? Коробку, да, что-то ремонтировала. Ну, сервис не готовил. Ну, я тоже своими силами, конечно. Сервис, блядь. А здесь что, вариатор стоит или что? Ну, автомат полноценный. Автомат? Полноценный автомат. А ты рассказывал про какие-то ремни там, там вроде на вариаторах только такие. Ремни, а это лента реверса. А, лента. Да. Все понятно. Так, что это? Ну, конечно, задний подвеск, жестковатный. А противень, Вадим, чтобы цемент возил себя с собой. Да? Ну, он лежит даже. Прыгает, да? Я так-то два возил себя, но сейчас один он лежал. Остался. Ну, а мы что до нижнего доберемся, наверное, своим ходом? Ну, я вам сейчас говорю. Я вот ее сюда привез сам. Ага. Ну, 40 километров в час. Да, конечно. Часа, наверное, два убил, но... Часа два? Ехал спокойно, да, по обочине. Все понятно. То есть, да, только, ну, не знаю, сколько бензина на ней, в принципе. Бензин-то есть. Ну, лучше на газ, конечно, доехать на газозаправки. А есть заправки-то здесь? Честно, если только в обратную сторону, а нижнее уехать, что километров 30, наверное, есть газозаправки. Она доедет до нее? Не знаю, сколько... Честно, не знаю, сколько бензина. Ну, сами понимаете, проверяли ее тоже, сколько раз ездили. Ну, я ее привез сюда с полными баками. Газ закончился. Ага. Ага. Сколько катались его. Приверяли. Я понял. Так, а что у нас по цене-то? Ну, запал ценник. Дешевле никак, да? Нет, дешевле, что, наверное. Дешевле некуда, согласен. Как же, мне кажется, это так он. Ладно, что, мы будем разбираться с коробкой, что-то такое. Брат, это что-то двигатель подтраивает, конечно же, минус такой. Тоже, видишь, надо, может, почти и свеч поменять. Тоже свеч сколько ставит. Я надеюсь. Так, сейчас вот. Вот, петралка. Ты уже забыл, что-то? Конечно же, сколько лет прошло на механике еще. Я понял. Так, ключ один, да? Да, ключ один у меня. Нет, то есть, центральный замок он работал, но тоже, может, батареечку уже съемал. Что, давай-то здесь, может, договор напишем. Брян, договор какой-то у тебя старый. Так, что, напишем? Нижний Новгород, да? Да, конечно. Она сейчас на тебе же на учетке стоит? Тебе тоже нужен договор? Или я тебе паспортные данные могу снять? Нет, договор, конечно. Если сейчас заглушим, он не заведет. Да, вот аккумулятор, я не знаю, его надо, конечно, на ходу будет, но... Я просто боюсь, там не кончится бензин доехать, чтобы на заправке. Все, спасибо. Все вам хорошо. Ну что, ребят, как вы уже поняли, купил я Ford Explorer 2000 года, 204 лошади на короткий автомат, который сейчас не очень хорошо работает. Доеду я вот 40-50 км в час назад, она тоже кое-как едет. Гоню тачку домой, ехать еще километров, наверное, 80, надеюсь, что доберусь без помощи эвакуатора. Ну, а если не доеду, то придется, соответственно, уже вызывать эвакуатор и тащить ее ближе в дом. Хотелось, конечно, еще поторговаться, но что-то как-то уже даже в какой-то момент становится стыдно, потому что реально цена уже низкая. Торговаться, я думаю, что уже просто некуда. Тачка в хорошем состоянии, по кузову они, я посмотрел по объявлениям, они все любые, и это вообще бодрый автомобиль. В общем, соответственно, буду делать коробку, либо ее менять, там уже как вот доеду, завтра мы утром будем разбираться, либо менять буду, либо останавливать это. Это вы все увидите в следующих выпусках, а на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр, пишите свои комментарии, ставьте лайки, пожелайте мне удачи добраться до дома без эвакуатора. Не забывайте про инстаграм, про телеграм, всем удачи и пока! Продолжение следует... Продолжение следует...